К занятиям в новом учебном году школьники приступили в очном формате, однако ковид продолжает носить свои коррективы в учебный процесс. В 79-й гимназии Залужского района, например, из 40 классов три отправили на карантин. Ковид диагностировали в 3-м А, 7-м Г и 11-м А. Ребята продолжают изучать материал в дистанционном формате. В 2020 году работали в дистанционной форме. Мы используем множество электронных образовательных ресурсов, множество электронных платформ. Сейчас традиционно мы работаем в зуме. Гимназия будет готова и сейчас готова в техническом плане, хотя, конечно, очень не хотелось бы переходить на дистанционный режим обучения. Все-таки основной режим, мы считаем, должен быть очным. Общение с учителем не заменит никакая образовательная среда. Если ребенок в классе заболевает коронавирусом, то по согласованию с Министерством и Роспотребнадзором этот класс выводится на удаленку. Если говорить об ОРВИ, то по требованиям Роспотребнадзора, если более 20% детей в классе заболели ОРВИ или гриппом, то отдельно по классу принимается решение о переводе на дистант. На данный момент школа учится в традиционном формате, но с соблюдением всех мер безопасности. Во всех учреждениях образования производится разделение потоков на входе. За каждым классом закреплен отдельный кабинет. По графику проводится дезинфекция. На входе термометрия и обработка рук. В каждом классе работают рециркуляторы воздуха. По мнению городских властей, переводить образовательные учреждения полностью на дистанционное обучение пока не требуется. Об этом сообщила глава ведомства Наталья Семенова. В настоящий момент болеет около 0,3% детей. Специалисты отмечают, что процент заболевших среди детей значительно ниже, чем среди остальных групп населения. А вот дополнительное образование Семенова рекомендовала перевести в онлайн-формат. На сегодняшний день более 86 тысяч детей региона посещают кружки и секции. Ровно половина от этой суммы, от этой цифры, от этого количества детей получают дополнительное образование в школах и детских садах. Соответственно, на сегодняшний день рассматривается вопрос о переводе дополнительного образования в формат с использованием дистанционных технологий за исключением тех детей, которые получают дополнительное образование в школе. Поскольку ребенок в школу пришел, первая половина дня учебная, а вторая половина дня здесь же, в этой же школе, дополнительное образование. С 11 по 18 октября школьники уйдут на каникулы. Представители управления образования полагают, что этот перерыв позволит снизить темпы заболеваемости. Сейчас на карантин по ОРВИ закрыта 71 группа в детских садах, 46 закрыты из-за ковида. В школах на дистанционном обучении находится 135 классов из-за сезонной простуды. 201 класс на удаленке по причине ковида. В случае ухудшения эпид-обстановки регион готов полностью перейти на дистант, однако стоит четко оценивать необходимость применения данной меры. Мы по нацпроекту закупили в каждую школу компьютерную технику. Все учителя прошли обучение для работы в дистанционном формате. У нас есть центр дистанционного образования, который работает на базе инженерного лицея в Заволжском в районе нашего города. Поэтому ресурсно мы готовы. Но я очень верю, что этому не потребуется. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправда ТВ. Берегите себя.